поедем в одну в одну из как будто я забыл как этот отель называется короче находится где-то в горах роза village да по-моему ребятушки вот на розах утри до находимся недалеко стоило отойти от ратуши немножко дальше конечно можно вот здесь вот посидеть сидеть поплавать ну я не знаю насколько она глубокая наверно какой-то искусственный выдаемчик здесь вот здесь летучие быстро как-то не вывезли как это просто не быстро и садятся ниже как на день на тему и мой прибор на прибора всем привет ребята отправляемся пожить в горы вот на этой ласточки которая сейчас подъезжает платформе хотим не просто приехать одним днем а именно пожить так что роза хутор нас ждет смотрите я думаю будет очень интересно и поехали разговаривал с местными девушки на они сказали что в хосте самые лучшие пляжи не знаю может быть я чего-то не понимаю или это находится в другом месте напишите пожалуйста в комментариях разговаривал с местными девушками и тогда они не смотрят в другом месте и в другом месте и в другом месте сейчас прибыли мы короче говоря на роза хутор воздух и с обладающихся на такой типа как мини вокзальчик такой сейчас определяемся пытаемся найти куда нам идти и поедем уже в олимпийскую деревню который находится в горах время у нас 14 45 туалета кстати бесплатно и все бесплатно вот как-то так идем какое информационное того можно и на справку какую-то узнать юляшка сказали ехать на бесплатном автобусе до роза хутор там от макдональдса там бесплатный трансфер в горную олимпийскую деревню на этом поехать автобусе можно на следующем каждые полчаса еще полчаса ждать она тогда давай блин мне кажется мы чемоданной со своими туда не влезем вот ребятушки мы уже прибыли сюда на розы хутор на этом автобусе народу много прям забилось бесплатно прогулку тут чего предлагает 15-минутную пешую прогулку там какие-то родники и очень-то говорит даже если и к обеды или как он там назвал идете обеды рекам сын то вот во всей своей красе горная река простирается всей железной дороге пока мы ехали на ласточки она постоянно попадалась вот ребятушки мы уже направляемся сторону макдональдса и там бесплатный трансфер нас ожидает поедем в одну в одну из как будто я забыл как этот отель называется короче находится он где-то в горах роза вилдж да по-моему солнечный сегодня здесь хорошо но здесь климатическая особенность другая климатическая зона фактически до больше такой климат больше наверно похож на наш средней полосы пока здесь это мы находимся на нижнем уровне до роза хутор вот есть еще другой уровень куда мы поднимаемся это будет на тысячи на тысячи метрах над уровнем моря тысячи сколько 1150 мы там будем жить но надеюсь у нас там не будет никаких проблем со здоровьем то есть все будет замечательно потому что возможно кто-то говорит чтобы в окружении там лучше закладывать и так далее там подобное но это возможно бомбовские виды здесь короче ребятушки это просто потрясающий фуникулер поднимает в горы никакую высоту пока не знаю вот и за нами должен подъехать сейчас едем роза долина в горы будем подниматься испугалась высоты да мы поднимаемся все выше и выше чем выше чем выше крыши тем ближе небо короче будем жить в небесах я уж немножко заложила тоже это неудомительный абсолютно оборот красивые виды открываются это очень радует уже такой мини аттракцион получаешь удовольствие американские горки отдыхают ребята мы прошли кгпп там на осмотр чемоданов всякое такое роза вилдж ищем свой отель где мы заселимся лед или приют панды но солнце здесь жарят и говорят здесь надо обязательно намазываться и иначе сгоришь моментально так что пойдем 100 метров так вот здесь вот такая схема нас вот массажный салон всякая ерунда там находится аптеки цирия верху почти поднимать заселяемся народ уже сейчас нас про проводится регистрация также этот ресепшен все так сделано и к типа бревнышки прикольно лондон москал нью-йорк разное время показывает цветочки можно поиграть в хоккей да это значение в детство мои любимые крабула когда-то футбол хоккей похожего плана только мячик что-то не вижу попить роза хутор мы попробуем местной водички роза хутор сейчас заселимся короче на 1100 метров на горе короче заселяемся еще раз повторюсь хорошо я надеюсь посмотрим какой конечно номер с ними полный обзор на нашем канале будет на среде за нами ну еще и на канале андрей водман виды конечно здесь просто огонь мы видим погода вид на почве взым-то где установлена ратуша наше немножечко заселения сейчас должно скоро состояться просили немножко подождать такой здесь прикольный стол стол это прямо с дерева натурального трал дерево ткануще на колесиках колесики прикрутили к снизу интерьерчик такой прикольный эко а второе возбуждение мы там где-то сейчас будет это нормально и в обеде смысле так пока что примерно рублей за 200 все триста да хотели бы конечно или не поедем посмотрим там по обстоятельствам до это когда на розу то есть олимпийский парк туда американская американская низменность и вот ребятушки сейчас вот заселяемся в новой номере на высоте 1100 метров номер сейчас вкратце покажу так уток наши чемоданы так здесь холодильник есть чайник все первой необходимости да так вот здесь вот светильничек такой у нас диванчик бомбаски до туалет душ все все тут вообще прям шикарно и всего большой ну плазменный телевизор это принципе неудивительно и самое интересное что мы ребята сейчас увидим самое что меня просто поражает просто до мозга как говорится костей да вы посмотрите этот вид этот вид это на миллион долларов я думаю здесь просто жить жить не тужить вот в таких вот домиках вот мы живем с такого же балкончика я сейчас нахожусь как вот на втором этаже на третьем вернее все здесь у нас есть такая также беседочка такая же можно выйти здесь покурить если вы курящий человек но мы не горячая здесь вот ребят я кухонька наша кухня микроволновочка его и вода правый кран вот это да включается питьевая водичка идет еще попробуем водички насколько она соответствует не нормальная вода по крайней мере без хора но фильтрованная скорее всего вот здесь термостат по моему называется да и это у нас мультиварка мультиварка дальше ем фотоаппарат возьми пожалуйста фотоаппарат мой посмотрим тут большая так такой телевизор огонь миши да очень много людей может поместиться диванчики вот детский стульчик даже есть покушать можно поужинать допустим шикарно я считаю здесь все сделано игровая комната такая вот для детей поиграть моя любимая игра вот это утюг гладильная доска освещение такое здесь прям слабенькое освещение но все как в стиле хай-тек ну да наверно это развлечение какие-то детские тут вот труба можно залить залить и горшко вылезет сюда ну ладненько все выходим на улице выключаем выключаем света идем короче гулять дальше выходим из своего как бы как называется отель до столовой кстати здесь можно покушать не так дорого до пива 100 рублей все позиции кроме блюд от шефа вот 80 рублей стоит 100 грамм домашние обеды и уже дублей взрослый 450 рублей здоровый полезный завтра какой-то еще предлагается все выходим у нас номер 15 роза билдж и ляжка выходи пойдем гулять пойдем куда глаза глядят мы еще вообще ничего здесь не знаем не ориентируемся у нас нету никакой схемы улице у нас судимовка 41 я считаю и чувствуешь воздух вот еще бы вот вот этим автомобилей бы еще здесь бы не было бы да вообще была бы красота глава аж кружится я такое такое у меня щенка вот я чуть пьяный вина не скорее всего понижена а вот она вот роза флаги какие-то вон там бразильские флаги находимся вместо это уже возле каких-то кафе что тут вино продают я так понял да алко-маркет здесь у нас аптека мы идем куда а мини-маркет хотим сходить магазин пицца здесь вот папа джонс проходим здесь какой-то зож будик здорового питания и вот здесь вот я вижу кант спортивный магазин там очень хорошие велосипеда продают и другое любое спортивное снаряжение можно купить как-то я помню даже что там покупал очки по моему для велосипеда по нему не хочешь зайти спортивный магазин но правда цены там конечно были выполнение очень дешевые здесь вот это я так понимаю как раз и есть как нам сказали аллея флагов очень много флагов участников наверное всем добрый день ребятушки вот списались мы сейчас горной вершины конечно знаменитое место где у нас на которых проходили награждение олимпийцев вот к этой ратуше тут какой-то у нас движняк народу больше гораздо чем у нас там в этой деревне вот романов мост тут где-то находится по моему с левой стороны а мы находимся вот там высоко 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 в горах живем здесь движняк здесь как-то более романтично особенно вечером ну да можно посмотреть что там происходит какие-то соревнования кстати вот сказалось о том что ехали по серпантину да немножечко легкая такой степени га окружения даже уши завожила здесь проходят соревнования соревнования а что это идет сегодня 10 смотрим тут картины прекрасная вечером в розах утра уже уже смеркается выставлено очень много работ священная в розах утра не только мимо ратуши находимся возле ратуши вот и олимпийские талисманы дорогу который ведет наверх нашему отелю закрыта на реставрацию бизнес-фотографии талисманы они еще мне кажется век будут стоять кайфовое местечко и как здесь ну это вообще по-моему бургерная еще плюс ресторан есть самая оптимальная цены по супу здесь 150 рублей порцию суп реально вкусный порция нормальная ну ладно дело не в этом дело в том что в общем-то мы идем перекусили немного сейчас пойдем на другое место искать где ходить и попить 6 кофе тараку я не на мои такие покупаем ну конечно но есть бюджетный вариант потому что мы знаем где дешевле подвести мы знаем где есть кофе за 70 70 рублей а здесь кофе 150 понятно экономика должно быть экономика известный такой отель достаточно до роди саму там сверху написано и говорят там даже не говорят я принципе знаю что там еще сверху есть у них бассейн шведский стол по системе на все включено ну дороговато удалось я конечно там отдыхать я думаю там за 10 дней там где-то тысяч 100 с лишним вам войдется вот на розык утри до находимся недалеко стоило такие вот от ратуши немножко дальше конечно да и здесь вот лежаки лежаки типа столики такие вот я так думаю это может быть крылья какая котель и рейдисон относится может быть но не факт врать не буду но вот здесь вот посидеть посидеть поплавать ну я не знаю насколько она глубокая наверно какой-то искусственный водоемчик здесь сделанный вот такое местечко здесь вот нырять запрещено ах ты вот так вот нырять запрещено ну купаться то интересно хоть можно вода наверно ледяная и видно какие-то там проводится впереди физические упражнения может быть йога я не знаю в этом особо не силен но то что что-то делается происходит вот такие ребята тут занимают стойки ребятушки хорошее место нашел вот здесь этого летучие мыши летают нам передо мной с этим программным параду и промелькнула только что там передовой прямо в 30 50 сантиметров вот они летучие мыши летают вот их очень хорошо здесь видно боишься волосы вцепиться и еще потом да не могли вытащить вообще можете головной буродить не на полном среде говорю мол а друг на самом деле вцепиться прокомментируйте ребята вам когда ведь волосы цеплялись из-за эти мышки летучие летучие мы башки цеплялись она и геть смотрите сколько здесь много какая природа ребята какая природа как здесь красиво отсюда не хочется уезжать давай лети 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 но сейчас видим услуги пляжа короче до шкафчик полотенце шезлон 500 рублей это на сутки на день короче я так понимаю вот ребята смотрите здесь уж водяной широко распространенного это который наши соседи здесь написано присмыкающиеся рептилии ящерица кавказская без ногами они с ногами кому интересно нажмет паузу и посмотрит это все здесь водится в этих местах уж калхидский сша где гадюка уши водяной кстати уж водяной реально похож на на гадюку и вот уж калхидский у нее тоже по он желтый пятен нету то есть это все не ядовитая на ежедневно с 9 до 18 всего работы жуков то что они относятся к роза хутор принципе при желании ко всему комплексу роза хутор относится любой желающий может прийти принципе и полежать отдохнуть позагорать хорошую погоду вот может быть даже каких-то отелей может где-то делается услугу еще одно местечко где можно бюджетно покушать такое не будет поделиться в принципе никого не для секрет что в макдонах быстрого питания здесь в принципе вполне лояльные цены но огромнейшие очереди сейчас это уже время более 9 часов вечера поэтому здесь уже народу не так много а так приезжает много экскурсионных автобусов реально здесь очень что-то купить надо простоять огромнейшая очередь вот а так принципе цены такие же как везде по везде по сети кофе 95 большой стакан стандартный 55 в общем-то цены такие вот сейчас вот очереди нету реально можно спокойно посидеть макдональдса из макдональдс открывается такой вид вид на роза хутор ратуш такая башня да туда интересно наверх можно подниматься напишите комментарии кто знает мне кажется что не но цены макдональдс это же более-менее лояльные да по сравнению с другими теми же кафешками где там кофе будет стоить дороже здесь принципе гораздо дешевле покушать переписать ну как сами знаете это нездоровое далеко питание ну на вкус и цвет иногда выбора нет всем хорошего вечера всем пока до скорых встреч подписывайтесь на канал чё харчо а а